Ребята, всем привет! Продолжаем многосерийный сериал «Баварская мечта». В предыдущих видео я купил BMW E28 за 800 долларов в ужасном состоянии. Разобрал практически до последнего винтика, переварил левую сторону днища и заменил один гнилой лонжерон. Но сегодня мы займемся передним стаканом. Погнали! Ребята, в предыдущем видео вы мне много сделали замечаний, почему ты варишь не сплошняком, а точкой. Объясняю, что самое слабое звено, как я уже сказал ранее, это сварной шов. Но я имел в виду не сам сварной шов, а его кромка. Из-за того, что вы перегреваете металл, металл ослабевает. В момент деформации на этой кромке он начинает рваться. Когда я варю точкой, это минимизирует металл к перегреву. И поэтому в момент деформации он не так будет рваться. Причем одна точка оторвалась, а вторая по-прежнему живая. Одна точка держит в районе 500 килограмм. 10 точек – это уже 5 тонн. 20 точек – ну вы понимаете, с арифметикой у вас все хорошо. И поэтому, когда вы мне говорите, ну это неправильно, ребят, покажите мне на современном автомобиле хоть один сплошной шов. Они есть, но их очень мало. Именно поэтому, чтобы ваш автомобиль во время ДТП обеспечил вам максимальную безопасность. Если он будет сварен сплошником, сплошь и рядом, то поверьте, ваш автомобиль разлетится просто на части. Жопа вперед, перед назад, середина где-нибудь еще сбоку и так далее и там подобное. А со стаканом нам нужно сделать сегодня следующие манипуляции. От лонжерона подвести весь металл, идущий к стакану, вырезать вот это вот, что здесь наварили предыдущие ребята. И внутри, соответственно, тоже, потому что водичка через верх затекает прямо в салон через это место. Если у вас BMW E28 и у вас водичка в ногах, скорее всего, у вас точно такая же проблема. А потом уже в самом конце мы будем восстанавливать сам стакан. Перед этим нужно сделать очень большое количество работы. Погнали! Значит, ребят, смотрите. Сначала мне нужно убрать вот эту вот наружную скорлупу, чтобы добраться до внутренних частей. Поэтому всякими возможными способами мне нужно, мне потому что диска не хватает, чтобы сразу срезать все необходимое, то есть дойти до самого гнилого. Мне нужно все это вырезать частями. Вырезал кусок, откинул, пробрался дальше. Вырезал кусок, откинул, пробрался дальше. И так, пока я не дойду до всего гнилого металла и не вырежу его. Потом я уже буду, соответственно, наращивать новый. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как вы успели заметить, вырезал все, что мог вырезать. Где была обнаружена ржавчина гнилая, такая трухлявая, все я вырезал. И как бы сейчас я вот сюда не смотрел, я, честно говоря, никогда ничего похожего не варил. И я не знаю, как я все это буду восстанавливать. Но я всегда себя ловлю на мысли. Ничего страшного здесь нет. Вырезал кусочек, приварил новый. И так плавно-плавно, пока здесь все не закроется металлом. Единственное, что здесь нужно знать, это, к примеру, вот здесь металл что-то похожее уже на двойку. Здесь металл также по-прежнему останется единичка. То же самое, что я и делал на днище. И при этом здесь очень важно уже варить в некоторых местах сплошняком, а в некоторых местах на точку. Почему? Потому что если сварить неправильно, водичка в шов будет затекать. И, соответственно, быстренько все это сгниет, как у предыдущих ребят, которые здесь что-то делали. И в первую очередь, прежде чем наращивать здесь металл, мне нужно зафиксировать этот стакан. Потому что я буду подниматься снизу, там сначала приварю, потом здесь и так далее и там подобное. Но зафиксируем мы его следующим образом. Отсюда, сюда мы пустим какую-нибудь шинку там или уголочек. Ну и, соответственно, отсюда, сюда. Чтобы ни влево, ни вправо, ни вниз, ни вверх он никуда не ходил. Потому что, когда мы начнем его обваривать, его 100% начнет крутить. Но так как мы его зафиксируем, никуда он не денется. Продолжение следует... Получилось у нас вот такая вот загогулина. Значит, снизу вот эти вот точки я просверлил и в торце тоже. Почему здесь с точками? Здесь с точками, потому что и здесь, в принципе, идет по заводу точками. Здесь с точками, потому что по заводу здесь идет точками. Потому что сплошняком здесь проварить нельзя. Потому что если металл будет играть, а он будет играть на изгибах, на кренах, на каких-то диагоналях, рано или поздно здесь может появиться трещина. Ну, допустим, мы туда герметик нанесем, но все равно это будет не камильфо. Здесь можно и сплошняком пройтись, потому что здесь таких усилий не будет. В каких-то диагоналах здесь изломов металла не будет. Ну, конечно, не особо-то красиво, но, блин, я не сварщик, ребят, так скажу. Трохи замагаются, как получается. Ну, получится четко в любом случае. Значит, смотрите, отверстие здесь оставил специально для того, потому что сюда будут заходить трубки. Там не тормозные трубки, там, по-моему, топливные трубки. Вот эти вот швы я еще обварю. И, в принципе, сюда водичка будет стекать. Никогда в этой низине она там собираться не будет. Потом мы еще все это герметиком промажем, чтобы водичка, когда стекала, никогда не попадала туда между швов. Субтитры сделал DimaTorzok Приварил, значит, эту латку. И с обратной стороны, видите, крепление педалей и упор для педалей. Ну, это я, в принципе, взял сразу же со старой. Что-то отсверлил, что-то отломал. Прикинул сразу же, как у меня будет становиться на этой. И поставил, потому что, если я буду это как-то потом ловить, то это было бы гораздо сложнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Как вы уже заметили, что раскосины, которые держали стакан, чтобы он никуда не шевелился, я убрал. И следующее, что я буду делать, я буду фиксировать стакан, приваривать уже к кузову, чтобы он вообще никуда не шевелился. Но перед этим обязательно кровь из носу нужно убедиться в том, что он стоит в своих заводских показателях. Находим центральное отверстие, находим технологическое отверстие, либо отверстие для болта. И смотрим, сколько у нас здесь выходит. И, соответственно, сверяемся с противоположным стаканом. После того, когда вы убедились в этом, можно его обваривать. Чем мы сейчас займемся. Субтитры сделал DimaTorzok Сама чашка. Толщина металла двойка. Видите, вот она идет. Сама чашка, а сверху уже приходит лист основного металла. Такая же ситуация и здесь. Здесь нужно вварить саму чашку, а потом от этой чашки мы уже будем наращивать тонкий металл. Потому что основная нагрузка вот этого колпака должна распределяться равномерно. Просто если мы подойдем сюда сразу тонким металлом, то прямо на вот этом вот шве 100% рано или поздно образуется трещина. И, кстати, обратите внимание, что я сделал фасочку, чтобы максимально глубоко проварить шов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Приварили мы вот эту вот загогулину, заготовочку. Специально оставил отверстие. Для чего? Для того, чтобы вся вода, которая будет здесь образовываться, она здесь будет образовываться, по ливневочкам стекать. Здесь нужно сделать небольшую ванночку. Из этой ванночки водичка будет перетекать через это отверстие и стекать вниз. И тут уже распространяться, куда и необходимо. Если водичка будет стекать сюда, это будет неправильно, потому что сюда будет входить вот этот вот кабель, вся вот эта вот кишка будет заходить в салон. Через это отверстие, соответственно, водичка будет тоже попадать. Поэтому здесь необходимо сделать ливневочку, которая будет воду эту уводить в сторону. Ну, в принципе, как по той стороне, аналогично. Продолжение следует... Итак, как я говорил ранее, вот эта вот ванночка, специальное отверстие для нее. И вот здесь вот мы сделали отверстие, чтобы влага здесь вообще не собиралась. Соответственно, водичка, которая будет собираться здесь, будет уходить в это отверстие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скинул вот этот вот усилитель, куда ложится крыло. Значит, просверлил вот такие вот отверстия, сюда вставляются вот такие вот штукенции, и потом навешивается крыло. Значит, сейчас я все хорошенечко здесь обезжирю, обдую все воздухом хорошенько и просто кистью замажу вот эту вот внутреннюю часть, а после чего уже, когда это все просохнет, нанесу герметик и, соответственно, накрою сверху. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Значит, приварил я наружную часть, видите, точками. С этой стороны изнутри тоже точками, то есть здесь как такового шва даже нету. Потом сделал углубление и сделал отверстие. Водичка будет уходить сюда. Здесь я все промажу шовным герметиком и приварил вот такое вот усиление. Продолжаем. Сейчас нужно закрыть наружную часть. Ну, тут, получается, одним листом как-то это надо сделать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, и, ребята, в очередной раз мы с вами доказали себе, что тот, кто хочет, он всегда найдет возможности. Тот, кто не хочет, он всегда найдет себе оправдание. Сейчас я вам покажу коричневый результат. Хочу сказать лишь следующее. Непонятно, что завтра будет с Ютубом. Поэтому я оставлю ссылки в описании на свой Яндекс.Дзен, где аналогичные видосы. На Инстаграм. Возможно, сделаю канал на Телеграм. Так что подписывайтесь везде, все, что вы увидите, чтобы я вас не потерял, а вы не потеряли меня. Я не успел зачистить сварку на этом стакане, потому что купил специальные шарошки, а они оказались полным мусором. И в итоге я не успел и не могу подлезть как-то зачистить. Если вы знаете какой-то способ этих галушек зачистить, то, пожалуйста, мне напишите. Заняло у меня восстановление этого стакана в районе 8 рабочих дней. Понятное дело, где-то я работал не по 8 часов, где-то по 4. Самое главное, что вы должны понять, что кузовщик в среднем должен зарабатывать в день в районе 50 долларов. И если это перевести время 8 дней на баксы, то это получается в районе 400 долларов. И поэтому делать что-то подобное не всегда логично. Проще всего воткнуть новую морду, вырезать все по сварным точкам и врезать ее, то есть вварить. Но тут получается следующая проблема, что номер кузова здесь находится прямо на стакане. И уже придется возиться с документами. Но это опять же все то же самое решаемо. Самое главное понять вам, что вы хотите получить из этого. Ну и на этом все. И смотрим, ребят, конечный результат. Погнали! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok